Американские предшественники ХАРП Комплекс Платтовили Нагревательный комплекс Платтовили, штат Колорадо, ведёт своё начало с 1962 года, когда Национальный Севзельский институт телекоммуникаций, входящий в структуру Национальной телекоммуникационной и информационной администрации США, сформулировал предложение по созданию в Платтовили атмосферной обсерватории для мощных радиоэкспериментов, в первую очередь для диаза горизонтной радиолокации. В 1963 году Департамент коммерции подготовил программу финансирования данного проекта в размере 600 тысяч долларов, которую Конгресс утвердил на следующий год. С 1966 года началось финансирование проекта и, соответственно, проектирование и строительство мощного загоризонтного радиоизлучателя, который был запущен в 1968 году. Однако в это время американская разведка доложила о существовании в СССР мощного радиокомплекса вертикального излучения в лесном и проводимых на нём экспериментальных экспериментах по модификации на сфере, в том числе в военных целях. Поэтому комплекс Платтовили был срочно дооснащённым ТЭНной решёткой вертикального излучения, с помощью которой в 1970 году были начаты эксперименты по модифицированию ионосферы. Решётка включала 10 широкополосных кросс-диполей, 9 из которых располагались на окружности диаметром 110 метров, а 10 располагался в её центре. Через несколько лет, в связи с понижением солнечной активности и, соответственно, максимально применимой частоты ионосферы, дополнительно была построена решётка НЧ-антенны вертикального излучения, состоявшая из пяти широкополосных кросс-диполей, четыре из которых располагались на окружности диаметром 144 метра, а пятый располагался в её центре. На некоторых источниках ошибочно указывается, что данная решётка состояла из 10 кросс-диполей аналогичной решётки ВЧ-антенны. Координаты комплекса указаны. Конфигурация антенных решёток комплекса вплактовили. Диполи ВЧ-антенны представляли собой соединённые основаниями конусы, образованные проволочными элементами, опирающимися на кольцевые распорки. Кросс-диполи решётки ВЧ-антенны комплекса вплактовили. Длина диполи 30 метров, максимальный диаметр 6,9 метров, высота точки питания 10 метров. Полоса пропускания ВЧ-антенны от 4,5 до 10 МГц. Ширина диаграммы излучения по уровню 3 дБ на средней частоте, 7,5 МГц, 16 градусов при коэффициенте усиления 19 ДБИ. Поляризация излучения левая и правая круговая обеспечивалась подраздвигающими элементами фидерной цепи. Диполи ВЧ-антенны представляли собой петлевые вибраторы, выполненные из трубчатых элементов. Кросс-диполи решётки ВЧ-антенны слева и логопериодическая антенна горизонтального излучения справа комплекса вплактовили. Полоса пропускания ВЧ-антенны от 2,7 до 3,5 МГц. Ширина диаграммы излучения по уровню 3 дБ на частоте 3 МГц, 33 градуса при коэффициенте усиления 15 ДБИ. Поляризация левая и правая круговая. Антенна горизонтального излучения использовалась для экспериментов с загоризонтной радиолокацией. Она состояла из 10 линейных логопериодических элементов длиной 33,5 метра, образованных вертикальными монополями с высотой самого высокого 11,66 метров. Элементы располагались друг за другом с интервалом 24,54 метра. Полоса пропускания антенны от 7 до 25 МГц. Усиление в направлении главного лепестка 20 ДБИ. Направление главного лепестка на гулу меняется в пределах плюс-минус 45 градусов. Все три антенны питались от 10 передатчиков с максимальной выходной мощностью до 160 кВт. Таким образом, максимальная мощность, подводимая к антенне, могла достигать 1,6 МВт. Предусматривалась возможность ступенчатого регулирования мощности путём изменения анодного напряжения выходных пасхадов, выполненных на вакуумных тетродах. Фидерная система была реализована на волноводах с волновым сопротивлением 50 Ом. В качестве элементов волноводов использовались алюминиевые трубы для растительных систем с диаметром 17,8 см и 7,63 см. В диапазоне частот 5,30 МГц был достигнут КСВ не хуже 1,07 при затухании не более 0,02 ДБ на 30 м. Павильон, передатчиков и фидерная система комплекса вкладывали. Комплекс был оснащён необходимым минимумом диагностических инструментов, в том числе ионозондом, камерами для регистрации атмосферного свечения, радарами отражения и некогерентного рассеяния и другое. На нём в течение 70-х, в первой половине 80-х годов проводились эксперименты по изучению F-рассеяния и ионосферных нерегулярностей вдоль геомагнитных силовых линий в возбуждению атмосферного свечения. В частности, впервые в мире было достигнуто возбуждение оптического излучения молекулами кислорода с длиной волны 6300 Агстерен. Однако, в связи с расположением комплекса далеко от авроральной и экваториальной областей ионосферы, он был малопригоден для исследований, связанных с генерацией низкочастотного излучения путём модуляции ионосферных токов. Данное направление в те годы, в связи с открытием эффекта Гетманцева, считалось наиболее актуальным и перспективным. Поэтому в 1984 году все КВ оборудование комплекса было демонтировано и передано для оснащения комплекса проекта ХАЙПАС, а комплекс Платвили был переориентирован на классические геофизические исследования и мониторинг. Примечания. В отечественной литературе рассмотренный комплекс Платвили часто ошибочно именуют комплексом в Болдере, находящемся в соседнем штате. Это, очевидно, связано с тем, что геофизическая лаборатория Болдера была причастна к созданию обсерватории Платвили и владела им на первом этапе его функционирования. В программе ХАРП данный комплекс именуется как комплекс Платвили, Колорадо. Комплекс ХАЙПАС Комплекс по программе ХАЙПАС High Power Aural Stimulation Авроральная стимуляция высокой мощности является детищем лаборатории физики плазмы Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и университета Фэрбанкса на Аляске. Генеральным направлением программы ХАЙПАС было продолжение экспериментов, начатых в Платвили, но уже в авроральной области, при этом, в первую очередь, по генерации нагреваемой аэносферы низкочастотных радиосигналов специально на отработку техники аэносферной связи с подводными лодками. Комплекс был запущен в эксплуатацию в 1986 году и проработал 21 год. Комплекс был расположен на Аляске в точке с координатами такими-то, недалеко от Фэрбанкса. где находится университет Аляски, ныне владеющий комплексом ХАРП. Антенна комплекса представляла собой фазированную решетку из восьми кроссдиполей, семь из которых располагались по окружности диаметром около 210 метров, а восьмой располагался в ее центре, то есть использовалась конфигурация, аналогичная конфигурация антенных решеток в Платвили. фидерная система, так же, как и в Платвили, была реализована на волноводах из алюминиевых труб. карта расположения комплекса ХАЙПОС на местности. Каждый кроссдиполь запитывался от отдельного передатчика, в качестве которых использовались передатчики, демонтированные из комплекса в Платвили. При этом их мощность была уменьшена до 150 кВт, что очевидно связано с параметрами источников питания. Комплекс работал на двух фиксированных частотах 2,85 МГц и 4,53 МГц, что близко ко второй и третьей гармоникам частоты циклотронного резонанса электрона на заданной высоте в данной местности. Для разогрева и анасферы использовался режим непрерывного излучения с амплитудной модуляцией в диапазоне 100 Гц, 20 кГц и частотной модуляцией в диапазоне 0, 20 кГц, что вытекает из задачи генерации НЧ-радиосигнала в соответствующем диапазоне. Кроссдиполе комплекса ХАЙПОС Кроссдиполе комплекса ХАЙПОС Внешне напоминает НЧ-диполе комплекса в Платуэли, но в отличие от них и от диполе ХАЙПОС являются резонансными, с резонансами на рабочих частотах 2,85 МГц и 4,53 МГц, которые предположительно обеспечивают пассивными элементами, изменяющими электрическую длину вибратора в зависимости от частоты. Длина траверсы каждого диполя антенны около 20 метров, высота над землей около 14 метров, усиление на частоте 2,85 МГц, 18,4 ДБИ, поляризация излучения правая и левая круговая обеспечивается путем сдвига фаз напряжений возбуждения с помощью согласующего устройства триаксиального балуна. Павильон передатчиков комплекса ХАЙПОС Управление комплексом было компьютеризировано, что позволяло управлять фазой и амплитудой излучения каждого кросс-диполя. В результате была обеспечена возможность сканирования лучом в пределах 36 градусов от зенита, а также формирования различных конфигураций области разогрева, что значительно расширяло возможности погенерации ионосферных кончайсигналов. На комплексе ХАЙПОС было проведено большое число различных экспериментов. Однако на главном направлении исследования ионосферной радиосвязи с подводными лодками приемлемой для практики результаты получены так и не были. В связи с исчерпанием технических возможностей комплекса и запуском комплекса ХАЙПОС проект ХАЙПОС в 2007 году был закрыт и все оборудование демонтировано. В настоящее время на месте бывшего антенного поля на спутниковой карте просматривается лишь лужайка, поросшая травой. Комплекс Варисиба Комплекс Варисиба Пуэрто-Рико принадлежит Пенсильванскому государственному университету. Он предназначен для исследования слоя Д и ионосферы на примерах кросс-модуляции люксембургский эффект и модуляции токов экваториального ионосферного динамо. Эксперименты с кросс-модуляцией были начаты ПСУ еще в 1963 году, для чего расположенный недалеко от университета деревушки Скоттия был сооружен комплекс, включающий рамочную антенну вертикального излучения, импульсный радиопередатчик и радиоприемный центр. Однако он создавал колоссальные помехи другим радиосистемам, и ФССИ, Федеральная комиссия по связи, запретила его эксплуатацию. В связи с этим было принято решение о его перебазировании в Арьсиба, где он претерпел модификацию и начал эксплуатироваться в 1970 году. Комплекс ПСУ в Скоттие, Пенсильвания, по исследованию ионосферной кросс-модуляции. Слева рамочная антенна, справа импульсный 500-киловаттный передатчик. Сначала комплекс Арьсиба использовал зеркало всемирно известного радиотелескопа, на которое был установлен собственный облучатель ПСУ многопериодической антенны Кросс-Яги. Облучатель запитывался от передатчика мощностью 100 кВт в диапазоне 3-10 МГц. Он устанавливался на время экспериментов, а в нерабочем состоянии складывался и хранился в одном из подсобных помещений. В результате таких манипуляций облучатель периодически ломался, поскольку был изготовлен преимущественно изменного провода. Кроме того, конструкция искрила и создавала коронный разряд. Поэтому параллельно шло проектирование и строительство отдельного наземного нагревательного комплекса в ИС-Лоте, недалеко от ИРСИБА. Облучатель нагревательного комплекса первого этапа ВАРСИБА. Слева схема размещения проекта, справа фото. Наземный комплекс в ИС-Лоте знаменовал собой второй этап работы ВАРСИБА. Он был введен в строе в 1980 году. Его антенна представляла собой фазированную решетку 4х8, 2 секции 4х4, размером 2160х1080 футов, приблизительно 660х330 метров. Каждый элемент решетки представлял собой проволочную пирамиду рупор из логопериодических яги-антенн на растяжках, ориентированную вершиной к Земле, которая, обладая высокой электропроводностью вследствие высокой засоленности, выполняла роль идеального отражателя. Антенна решетка комплекса второго этапа ВАРСИБА и ее излучающий элемент. Антенная решетка имела усиление 23 ДБИ в диапазоне 3,12 МГц, при ширине основного лепестка диаграммы 5-10 градусов. Она запитывалась от 4 150-киловаттных передатчиков с суммарной мощностью 600 кВт, что обеспечивало эффективную излучаемую мощность до 160 мегаватт. Использовалась как линейная, так и левая и правая круговая поляризация, а также импульсная модуляция в диапазоне частот от 500 Гц до 5 кГц. Фидерная система сначала была построена на открытых проводных линиях, но впоследствии заменена на фидер с использованием волноводов из алюминиевых оросительных труб, аналогичная фидерным системам в Платвиле и в Фербенксе. В данном комплексе в 80-е и 90-е годы было проведено большое число различных экспериментов. Однако в 1998 он был стер с лица Земли мощнейшим циклоном Джордж. Чтобы данная история не повторилась, было принято решение о строительстве нового комплекса непосредственно в чашу радиотелескопа. Такой комплекс был построен в начале 2000-х и существует по настоящее время. Он включает расположенные в центре рефлектора телескопа две группы кросс-диполей, по три кросс-диполей в вершинах равносторонних треугольников на частоты 5,1 МГц и 8,175 МГц. Под кросс-диполями расположена металлическая сетка с размером ячеек 4х4 метра и прозрачная для частот ниже 20 МГц. Выполняющая функция отражателя для излучения кросс-диполей и экрана для защиты оборудования кросс-диполей от мощного влеча излучения радиотелескопа. Конфигурация лучокомплекса и Сибен третьего этапа. Население антенной решетки на частоте 5,1 МГц 22 дБ при угле раскрыла диаграмма 13 градусов усиление на частоте 8,175 МГц 25,5 дБ при угле раскрыла диаграмма 8,5 градусов поляризация излучения линейная и круговая. По возможностям управления диаграммой и сканированием данных нет. Каждый кросс-диполь запитывался от отдельного передачика мощностью 100 кВт. Комплекс фактически объединяет в себе нагревательный стенд и радар некогерентного излучения, что является его несомненным преимуществом. Однако число публикаций по проведенным на нем исследованиям незначительно. С 2017 года комплекс находится в дедлайне и руководство обсерватории пытается найти пользователей экспериментаторов для предоставления им комплекса на коммерческих условиях. Комплекс в Джико Марке. В некоторых публикациях комплексом нагревованной сферы относят радиотехнический комплекс в Джико Марке Перу, излучатель которого представляет собой фазированную антенную решетку из 18 432 кросс-диполей, расположенных на площадке размером 288 на 288 метров. Пиковая мощность данного комплекса 1,5 МВт. Рабочая частота 49,9 МГц. Он был построен в 1961 году и является совместным проектом Института геофизики Перу и Корнельского университета при поддержке ряда научных государственных структур США. Данный комплекс по своему назначению относится к радарам некогенетного рассеяния, предназначенным для изучения атмосферы и ионосферы пассивными методами. Он способен вызывать нагрев ионосферы, но, несмотря на крайне высокую мощность, очень незначительный, который является лишь его побочным эффектом. К этим причинам отнесение его к категории комплексов для нагрева ионосферы некорректно и здесь он детально не рассматривается.